Приветствую всех любителей шахмат! Сегодня у нас партия двух чемпионов мира. Белыми играет Гарри Каспаров, черными Анатолий Карпов, матч 1990 года. 20-я партия, достаточно интересная со стороны тактики. Каспаров играл белыми, Е4, Карпов отвечает Е5, Конь Ф3, Конь С6, Слон Б5, испанская партия А6. Слон отходит, черный вводит коня, стандартные ходы, короткая рокировка. Слон Е7, ладья Е1, Б5, сначала отгоняем слона и затем делаем рокировку. Но Карпов отклоняется, играет Д6, тоже возможная схема, последовал ход С3. Готов Каспаров где-то пойти Д4 при случае, последовало 0-0, пешка идет на поле Х3. Слон Б7, раз слона не пустили на поле Ж4, соответственно слон встает просто на большую диагональ. Д4, удар по центру, Карпов отвечает стандартно, ставит ладью на поле Е8, готовит отступление слона на Е8. Последовал ход Конь Д2, ну белые как обычно ведут коня на поле Ж3, откуда он может прыгать на Ф5, на Х5 при случае. Слон Ф8, А4, подрываем ферзевый фланг. Карпов играет А6, такой выжидательный ход, не торопится, предлагает белым высказаться. Каспаров отводит слона на поле С2, взятие на Д4, взятие пешкой. Конь Б4, такой типичный прием, после чего черный готово провести ход С5, чтобы воздействовать на центр белых. Итак, слон Б1, конечно слона не отдаем, очень здорово он посматривает в сторону черного монарха. Два слона у нас посматривают на королевский фланг, поэтому слонов бережем, конечно. С5, Д5, закрываем центр, оставляем слона временно неудел, последовал ход Конь Д7, ладья идет на поле А3, такая классная идея на самом деле. Называю этот прием лифт, ладья поднимается и по третьему ряду готова прийти как на Ж3, чтобы атаковать, так и на поле Е3, как было в партии. Ф5, подрывает немедленно центр, лучшим ходом теперь за белых было взять на поле Ф5, также вариант был еще с ходом Е5. Каспаров предпочитает поставить ладью на Е3 и здесь лучшим ходом за черных было закрыть все-таки позицию, сыграть Ф4, чтобы оставить вот этих двух слонов упираться в пешке. В партии же последовал ход Конь Ф6. Не поздно было еще забрать на Ф5, у белых такой хороший перевес. Конь Х2 играет Каспаров, предлагает черным высказаться, конечно, после размена пешка Д5 становится слабой. Карпов занимается профилактикой, отводит короля на А8, Б3, укрепили на А4 и готовим слона развить на большую диагональ. Взятие на поле А4, взятие пешкой. Последовал ход С4, непонятный ход на самом деле, возможно, просто попытка отвлечь как-то на ферзевый фланг силы белых, потому что обычно такие ходы делают с идеей освободить поле. Но не видно, зачем сюда коня вести, как бы объекта для атаки у него здесь нет, поэтому единственное разумное объяснение это просто попытаться как-то отвлечь белых немножко на ферзевый фланг. Слишком уж страшно, он не посматривает в сторону королевского. Итак, слон Б2, развиваем фигуру. Взятие на Е4, конь Е4, конь Ф бьет на Д5, атаковано ладья, последовал ход ладья Ж3. Компьютер подсказывает, что какой-то интересный ход был и ферзь Х5. Но ладья Ж3 чисто по-человечески тоже понятный ход, подводим ресурсы, собираемся атаковать, пункт Ж7 слабый. Хотим залезть где-то ферзь Х5, ферзь Х6 побить и так далее. Там конь подключается, атака просто страшная. Конь Ж4, вбрасываем коня. Наверное, лучшим решением было все равно поставить коня на Ф3. После же конь Ж4, возможность была у черных ходом конь Д3 выбить хотя бы одну такую еще фигуру. Итак, ферзь Е8. В ответ Карпов тоже серьезно ошибается. И здесь Каспаров уже наносит удар. Конь Х6, очень мощная жертва. Последовал ход С3, попытка выключить фигуру из игры. Брать как-то на А6 очень не хочется. Дело в том, что после прямолинейного ладья А6, видимо, конь кого-то очень сильно отскакивает, нападая на ферзя. То есть можно сыграть как конь Д6, так и конь Ж5. Врезали, где-то к пункту Ф7 цепляемся. К пункту Ж7 позиция у белых с таким колоссальным преимуществом. Еще дело в том, что конь на Б4, слон на Б7, ладья на А8 фактически не принимает участие в борьбе. У белых же все фигуры смотрят на короля А8 и партия достаточно быстро закончится. Итак, после коня Х6 последовал ход С3. Конь Ф5, отдаем слона и реализуем все то, что я сказал ранее. Все фигуры смотрят на короля, а мы просто это реализуем. Взятие на Б2, ферзь Ж4, хотим где-то ферзь Х4 шаг объявить. Последовал ход слон С8, такая засада. Слон стоит засаду напротив белого ферзя. Но черным уже был дорог совет на самом деле. Последовал ход ферзь Х4, ладья А6. Король Ж8 был уже явно хуже. Давайте посмотрим. На короле в Ж8 можно было играть по-разному. Можно, во-первых, просто, как и в партии фактически было в одном из моментов, развязаться ходом король Х2 и потом начинать уже набрасываться фигурами. Конь Х6 даже выиграл в этой ситуации. Итак, на король Х8 и ферзь Х4 последовал ход ладья Х6. Пытается Карпов откупиться материалом. Конь Х6, взятие пешкой. Король Х2 развязываемся, чтобы при случае взятия на поле Е1 было без шага. Ну и грозим где-то конь Ф6. Напали на ферзя, а в случае взятия ладья Ж8, конечно, будет мат. Итак, ферзь идет на Е5, связали ладью. Теперь конь Ф6 не так страшен. Конь Ж5 последовал, ферзь атакован. Брать, конечно, эту ладью нельзя. Конь Ф7 будет мат в один ход, так как слон отнимает поле Ж7. Ладья линию Ж, ну давайте возьмем. И конь Ф7 на доске был бы чистый мат. Конечно, Анатолий Евгеньевич такое не зимнет. Последовал ход ферзь Ф6, попытка связать белых. Конь теперь связан. Ладья Е8. Заходим на восьмой ряд. Теперь очень сильно слон связан. Ладья под боем при случае. Последовал ход слон Ф5. Пытается Карпов развязаться. И здесь Каспаров не нашел мат буквально в 6 ходов. Нужно было пойти конь Ф7 в шаг. И после хода ферзь Ф7 забрали на А6. Слон А7. Ферзьем, конечно, закрываться нельзя. Там просто ферзь Ф8 последует. Нужно будет еще закрыться ферзьем, после чего мат. А здесь забираем на А8. Слон на поле Ф8 связан. И после естественного хода конь Ф6, либо конь Д3, мы забираем на Ф8. Допустим, конь Ф6. Ладья Ф8, ферзь Ф8. Ферзь Ф8. И после единственного хода конь Ж8, либо слон Ж8, мат на поле Ж7. То есть закрылись. Ферзь Ж7, мат. Вот так вот могла закончиться партия. Но она продлилась на несколько ходов дольше. Дело в том, что Каспаров здесь решил пожертвовать ферзя. Просто бьет вот так вот два раза защищенную пешку. Ну, естественно, слоном брать нельзя. Так как все-таки связка по восьмой линии решает. А после хода Ф6, конь Ф7 шаг. Жертва Ферзя оказалась временной. Король Х7. Слон Х5. Каспаров предъявляет Карпову. Верни Ферзя назад. Карпов говорит, забирай. Слон бьет Ж6. Король Ж7. Ладья А8. Теперь материальный перевес явно на стороне белых. Черные делают еще буквально несколько последних ходов. Где-то возлагая надежды на пешку Б. Пока она под серьезным контролем. Все-таки слон контролирует. Слон Е7. Ладья Б8. Встаем в засаду. Готовимся. Перехватить контроль у слона. Последовал ход А5. Слон Е4 шаг. Король Ф7. Слон бьет Д5. И Анатолий Евгеньевич сдался. Так как после хода Конь Д5. Ладья Б2. Белые остались с двумя лишними качествами. И с двумя лишними пешками. Вот такая вот комбинация от Гарри Каспарова. С временной жертвой Ферзя. Достаточно интересная. Всем, друзья, спасибо. Если нравится, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Всем добра и хорошего настроения. И также хочется напомнить. Что если вам хочется подвигать фигуры. Посмотреть какие-то другие варианты. Либо ходы в партии. В описании есть ссылка на сыгранную партию. Вы можете зайти. И там есть небольшой анализ для вас. Всем, друзья, спасибо. Всем добра.